Лучшее в стране Привет, привет, привет Конечно, сначала самый главный вопрос Как ты провел вчерашний день? Вчерашний день? Ой, вчера у меня была в суетах Потому что я дал концерт в Казани Ночной И потом у меня был поздний вылет И потом я только в 9 вечера Уже к концу выборов добрался домой То есть ты в силу уважительной причины Не смог принять участие в выборах Да, переезды и суета, простите меня Но все равно я... Но результатами, я думаю, ты довольна Вы назовете, может, меня гением Или каким-то гением статистики Но я знал, что будет так Откуда-то я это знал Ну, давай поздравим страну с праздником Потому что для многих это действительно праздник Друзья, но, конечно же, Павел к нам пришел Не для того, чтобы поговорить И, более того, обсуждать выборы, конечно Повод другой Повод музыкальный, творческий Это абсолютно новый клип и песня Танго об Ниманго Мы его непременно посмотрим с вами В самое ближайшее время Хотя я тебе скажу, он уже в эфире Поэтому кто-то видел, кто не видел Но, во всяком случае, не знает Все это истории, предыстории Конечно, ждут с нетерпением Твоего рассказа Итак, Паша, пожалуйста Значит, Мимимишка и Мимимиш Есть человек, который принимал участие В сочинении этих очень сложных, сложных слов Да, мой друг Тимурка из Камеди Батрудинов Да, мы часто собираемся и просто пишем уже Наверное, год последний какую-то песню Чтобы вместе ее, может быть, исполнить Но у него мозг работает в более КВН-скую сторону А у меня в более музыкальную И вот мы ищем, ищем У нас есть несколько дурацких таких песен И вот из одной песни Я по его разрешению говорю А можно я украду? Из нашей общей там песни Украду вот к себе Он говорит, да, конечно, бери Вот, поэтому, да Добрый какой человек Да, отдельный респект Тимура Батрудинова За маленькое соавторство двух строчек Которые повторяются, кстати, восемь раз Они сделали свое дело Они создали потрясающее настроение И режиссер клипа Таир Мамедов Это тоже бывший Давнешний друг Бывший мой Это мой очень хороший друг И бывший участник комедий-клаба И режиссер многих моих клипов Еще в начале карьеры, да Поэтому очень классная команда Пануфник из танцев на ТНТ Там победитель Тоже у нас хореографию мутил и звал своих друзей Так что хорошая команда Хорошая песня Друзья, вот что пишет Значит, сам автор Исполнитель на своей страничке В соцсети Танго-обниманго Песня для тех, кто радуется жизни И ничего не ожидает от нее Чтобы не разочароваться Не нужно судить строго Братья и сестры Жизнь прекрасна Хочу веселья Я не виноват Что хочу веселья, конечно Такой вот у меня веселый период Связан ли этот период все-таки с наступлением весны Или с чем-то другим? Конечно, со всем связан Вообще, песня эта была написана летом еще В 2017 году Да Так Вот, и клип был снят Ну, тоже в 2017 еще за три месяца До выхода, за четыре, там пять А что ж ты его держал-то, томил? А потому что Не готово было Потихоньку процесс, шоу монтажа Мы чуть-чуть недовольны были сначала съемками Потом перемонтировали туда-сюда Поэтому время шло Чем-то можно быть недовольными? Девочками или тобой? Чем-то Таир был недоволен, скажи Ну, потому что Таир в Америке И надо ему загружать И руководить процессом оттуда Поэтому пусть он возвращается в Россию По скайпу съемке Будем намного быстрее работать, да А то режиссер у нас прилетал специально А потом уже с ним утверждали монтаж оттуда Плюс рэндом-крю ребята Которые вот Федук, Леша Рожков Они вот Мы у них дома все это на базе рэндом-крю монтировали Тоже было долго Долгий процесс У всех куча дел Поэтому вот как только сделали Сразу вам показали Все сошлось и совпало Да, команда поэтому у нас вообще уникальная реальность Я думаю, что теперь уж точно снег Еще быстрее сойдет В этих вот ручей И танго-обниманго начнется просто всеобщее Ну, конечно, дело связано с весной Вот я к чему подводил Весна, конечно, весна Хотелось выпустить это уже ближе к весне Вот В первых числах поэтому и выпустили Для тебя очень важно мнение Твоих подписчиков, твоих поклонников Ну, об этом можно смело судить Потому как ты не раз спрашиваешь В каждом пусть и буквально Как песня, как трек Я же мутирую И они же мне говорят Вот нам нравится У меня же есть несколько манер исполнения Вообще Есть там с Каспийским грузом и с Гуфом У меня рэперская там Есть Как-то ты говоришь интересно Что это для своих Для кого-то там Ну, для пацанов Для пацанов, да Такая районная лирика Можно так это назвать Рэпчик Есть позитивная попса Типа я хотел бы знать Типа с градусами вот песня Вот Мне нравится такое делать Потому что это дарит очень понятную Очень ясную мне эмоцию Позитива, любви И хочется, конечно, с возрастом Все больше и больше Хочется позитива, любви Но я продолжаю делать разные песни Вот Поэтому будут еще Для фанатов каждой манеры Будут песни Главное, да Будет рэпчик Терпение и ждать Да, и позитивчик И попса Ну, скажи, вот Какие самые такие Для тебя неприятные были оценки? Ну, детский клип, да Детская песня Я знаю, кто ты назвал Да нет, неприятных не было По-стоящему я уже настолько В рэпе Я знаю, ты уже философски Относишься к этому Столько лет в рэпе Что я с таких комментариев Уже начитался В любой момент Своей карьеры И там фишка в том Что вообще хочу обратиться К комментаторам и к артистам К артистам Не слушайте комменты А комментаторы Ну, давайте попозитивнее Становитесь лайкерами А не хейтерами Дело в том, что Я вот начал делать Сначала начал позитивно Очень У меня был стаиром Глупые песни Всякие веселья Я прям от этого Исходил И мне Светился изнутри Да, доставлял Это в огромное удовольствие Потом, значит Я начитался комментов На там На сайтах рэперских Клоуна Да, зачем это нужно Да, где нормальный рэп Тогда было немодно Давай, мы хотим грузиться Я, значит, всего этого Начитался Думал, да я же могу Начал делать такое Все замороченное Наоборот Потом все писали Где веселый крафтс? Куда он ушел? То есть Людям Любовь зрителя Она очень условна Поэтому я определился Все, не буду зависеть От зрителя Хочу вокруг себя Веселых людей Которые радуются жизни Которые не жалуются Вот И хочу в своих песнях Давать решение Вообще Не думайте ни о чем Любите эту жизнь Кайфуйте Цените момент Потому что момент Он скоротечен Нужно любить его Лучшие в стране На телерадиоканале Страна.фм Ведущая Александра Хайрулина Да, у нас сегодня в гостях Один из лучших По мнению многих-многих Рэперов Крафтс Паша сегодня Пришел к нам С презентацией Нового клипа И новой песни Танго-обниманго Чуть позже Мы специально Нагнетаем Вот этот вот Интересно Ждите Но прежде, конечно Я очень хочу С тобой поговорить Про работу Выходи за меня О сотрудничестве С группой Градусы Ты мне по секрету Уже рассказал Вне эфира Что эта песня Целиком твоя Я ее написал Да, принес ребятам То есть Твое было предложение Все-таки о сотрудничестве Да, да Мое предложение Потому что Во-первых, Бакс Один из Руслан Один из группы Градусы Огромно Сыграл роль В моей карьере Вообще Он когда-то Восемь лет назад Будучи еще диджеем Поставил на радио Мою песню И там С этого началась Вообще моя карьера То есть вы не были Тогда знакомы Были знакомы Были Много лет Он диджеем же был крутым Но неважно Он по знакомству поставил Твое трек Да, он живет Он на белорусской От меня недалеко Я говорю Рус, давай заеду Покажу вам Какие у меня есть песенки Мы тем более похожи По энергетике С вами Вы такие веселые Я тоже стараюсь Я вообще тоже веселый парень Если что Стараюсь грустить Да Вот И привез им Две песни на выбор Мы записали две песни Вот И показали Яне Рудковской Яна выкинула одну Сказала Это не танго Абниманга была Нет Совсем другая Выкинула одну Сказала Это стопроцентный хит И начали уже готовить релиз То есть Спасибо Яне Тоже Рудковской За участие Она большая молодец Вот И я показал ребятам песню Они ее спели На мою же музыку От моего музыканта Андрея Галиф Вот И А ребята уже это сводили Со своими звукорежиссерами Все профессионально Взрослые Знают что делать Я поэтому полностью доверился И Сняли вот этот клип прекрасный Тоже Группа Градусы Вместе с Яной Ну что С их стороны Не было вообще Даже никакого замечания Ну хотя бы попросили Может быть поменять Какую-то строчку местами Не знаю Ну я там хорошо поработал Меня настолько вдохновила Эта музыка На которую я писал уже Мы с музыкантом ее утвердили И я начал писать Я поэтому лучшие свои Слова Туда запихнул Из всех песен Ты даже свою дубленку принес Для съемок И свою дубленку принес И футболки вот в этой Тоже вот был Прям вот в ней Так случайно Очень удачный лук Да спасибо огромное И вообще работа очень классная Спасибо И здорово Что танго-обниманго Это своего рода продолжение Что ли Только здесь Продолжение Добра, позитива Весны Без ребят Без ребят Но там девочка Тая мало поет И танцует Очень красивая Рыженькая Должно всем понравиться Мы да посмотрим Друзья Дожидайтесь Я хочу немножко Вот поговорить О чем ты Говорил в своих интервью Часто Что слова Безусловно твои Ну как правило Ты их пишешь На музыку А вот музыка у тебя Вообще со всей России Матушка Народное творчество Все правильно Вот допустим Музыку танго-обниманго Написал Грибоедов Это парень из Воронежа Такой вот битмейкер Выходи за меня Андрей Галиев Тони Тунайт Написал музыку Кстати сам Вот с песни Я хотел бы знать Он на припев поет И сам музыку написал Так что отдельный Респект Летит в Беларусь В Брест То есть тебе самое главное Такое Если поправить Такое Качевый трек Да Ну какой-то трек Который тебя цепляет И у тебя сразу Появляются слова Да Вот допустим С Тони Тунайтом Как было вообще по-другому Эту песню Он написал в 2008 году И она у него в интернете Валялась совсем дорогими словами Там матная даже Если кому интересно Там сколько стоит Очень интересно Многим Очень интересно Да А я ему говорю Слушай Это точно хит Я как продюсерский Чувствую хитяру Чувствую Говорю Давай выцепляй эту песню Есть она у тебя там Музыка есть отдельная Слова есть Давай перепишем Чуть-чуть припевчик твой Сделаем его более Поцеловать Напишем А не там Всякие матности Глупости И сделаем Обнимать Там и все Хорошие слова Всякие добрые вставим И мы вставили добрые Добрые эти слова И я уже быстро написал Вот эти свои три куплетика И вот Получился хит Просто потому что Я почувствовал У меня какая тема Я в музыке Такой музыкант Не музыкант Певец Не певец Поэт Поэт по-своему Да Я больше такой Я чувствую энергию музыки Вот я чувствую Что музыка дает мне Какое вот Очень четко настроение И Какую Какую Душу Что она во мне раскрывает Извините Что она во мне раскрывает И поэтому Когда я слушаю песню Вот другого артиста Я ему прям говорю Это вот дает Вот такую определенную энергию Вот А это такую Я вот именно Профессионал в том Чтобы написать слова Под музыку Чтобы дать энергию Какую-то То есть правильно я тебя понимаю Я могу выцепить хит Как у кого-то Сказать Это хит Вот он То есть артисты могут к тебе обращаться Да бывает Обращаются многие Вот такая вот штука Вот восемь песен Пожалуйста Какая Я скажу да Вот смотри какую эмоцию Ты хочешь дать Это вообще То есть мне Я понимаю Мне нравится эмоция Когда идет кач Когда идет позитив Добро И песни повторяют со мной строчки Которые такие добрые А не какие-то там Я твою тёлку Там что-то там Понимаешь Вот Поэтому Лучше Я твой мимимишка Я твой мимимиш Это и для детей И для всех И поскольку Я так философско к жизни отношусь Мне кажется это правильно Во-первых Почему еще правильно Я эгоистично Монтировать весело Веселые песни Клипы снимать весело Сам процесс весь веселый Я вот ради себя самого Хочу участвовать Чтобы жизнь была повеселей А когда делаешь грустные песни И клип грустный весь И монтируешь Сидишь И в общем весь этот период жизни Пока ты увлечен именно этой работой Какой-то такой Грузонутый Да Минорный А мне нравится мажорная тема Но конечно И никуда не отнять Серьезные философские песни Они тоже будут выходить И с Лок Догом Мы сейчас песню делаем С Юлей Караулой Кстати делаем веселую песню Очень Будет клип Надеюсь Сейчас песню Пожду пока она запишется Много веселья будет выходить С Фиду Ком У нас скоро выйдет песня С Тони Тунайтом Тоже будут еще новые песенки Все это надеюсь в этом году Это все позитивчик Да И как-то так получается Весь позитивчик Он в основном оказывается В теле и радиоэфирах Да Людям нравится это А посерьезнее композиции Они в интернете Они в интернете Но у них тоже есть Но у них есть своя аудитория конечно И они ее ждут Ждут этой самой музыки Паши дорогой Ну скоро В следующем году Будет можно же сказать Десятилетие Творческой деятельности Если вести отсчет С первого альбома В ноябре 2019 года Будет ровно 10 лет Да С выхода моего первого альбома Но я считаю От все таки того момента Когда меня позвали В первый раз на сцену За мое творчество То есть Меня позвали В сентябре 2010 Первый раз В Северодвинск На концерт За 30 тысяч рублей Я помню Даже по-моему меньше И я вот приехал И я с того момента Потому что за мое творчество Меня позвали люди Вот для меня это было Самым важным Потому что То к чему я стремился Много лет И наконец это свершилось Поэтому я считаю Что в 2020 В сентябре Да В 2020 В сентябре Вот я буду 10 лет на сцене За свое собственное Сольное творчество Но поклонники Твоего альбома Пафнутий Будут конечно Отмечать твое десятилетие Уже в 2019 Отдельно конечно Ты вот такой С селедочкой под шубой Скромный человек Наверное можно сказать Потому что А другие Знаешь бы С какого момента Вели отсчет С 11 лет Когда ты стал заниматься Написанием песен Вот сто процентов Говорю Есть такие люди Что такие самые базовые фразы Да Было весело Это серьезно Да Вот такой текст Я увидел Эминема Который пел Мне было очень понятно Ясно И я подумал Что моего английского Запаса вполне хватит Чтобы возможно Сейчас тоже И родственники Все поймут Написать песню Да И так же И я написал I'm 11 I'm 11 Где ты ее исполнял? Да никому я ее не исполнял Это было просто В тетрадочке В моей отдельно Потом уже в институте Я продолжал иногда писать Меня какие-то песни вдохновляли И настолько сильно вдохновляли Что я просто садился И писал какие-то глупые тексты Но на английском в основном Со своим Очень мизерным На тот момент запасом Словесным Но наверняка Заглядывал в словарь Что способствовало Конечно Твоему более глубокому Изучению языка Развитию в каком-то смысле Конечно Да Наверное На первом курсе Я уже встретил своего друга Который тоже любил Вот на английском Что-нибудь записывать Это было в каком вузе? Это было на первом курсе В 17 лет Вуз-то какой? Вуз Это он уже вообще закрыт Его закрыли Как ты выпустился Так и сожгли Да Это странно Закрытый институт Если я выпустился Из института Которого уже нет Уже поэтому Не важно В общем у меня есть Образование Я образованный человек Ну успокоил Хорошо друзья Крафт у нас сегодня в гостях Оставайтесь с нами Программа Лучшая в стране Скоро мы продолжим общаться Продолжим общаться И кстати Паша Ну расскажешь обязательно Продолжь этот самый разговор Про то что начали Нет Про то как На первом курсе У тебя что-то там Зародилось уже Более-менее серьезное Да Микрофон был Вот 30 секунд уже кстати У нас осталось Так что давай начнем Все-таки Микрофон уже появился? Да Появился микрофон 30 секунд Дома ты имеешь ввиду В студии появился микрофон? Да В студии У моего друга Однокурсника Появился микрофон Он говорит Пойдем ко мне домой Попробуем что-нибудь записать И мы записали Я помню на телефоне У меня была Была эта mp3 Сименс там у меня был Какой-то Который уже Проигрывал формат И я всем ставил Вот зацените Это вот моя музыка Все такие Вау Это тоже на английском языке Да там Глупости какие-то вообще Вот И мне говорили Вау-вау Это круто Круто что ты Дошел до микрофона И у тебя это есть И это конечно Меня вдохновляло На каждом этапе Чаще ходил потом К микрофону И в итоге Вот я здесь У нас сегодня в гостях Крафт друзья Новый клип Новый трек Танго Обниманго Который безусловно Претендует на звание Лучшего трека Лучшего клипа Весны 2018 года Ну точно самого позитивного Наверное Да Мы посмотрим Обязательно и послушаем В ближайшие самые минутки Пока же Все-таки задам тот вопрос Который был Перед уходом на Аклиф Когда же ты все-таки Перешел на Русскоязычные Песни Мы узнаем Ты много лет Писал на английском В том же году Я попробовал На русском Что-то сделать Были ребята На студии Которые на русском Что-то делают Попробовал Сначала я зачитал Чужой текст Вообще на русском Был такой рэпер Гег Из группы Знак вопроса Тут никто не помнит Наверное Я его текст Знал наизусть Потому что из моей школы Ребята были Оказывается Ребята из моей школы Сделали альбом Меня вдохновили Знаете Я увидел Альбом И ребята из моей школы С которыми я учился Насколько возможно Это спасибо им еще отдельно Я знал наизусть Тексты И попробовал В другой бит Уложить текст Того парня И у меня получилось Вот Я начал писать И это было очень тяжело Начать писать песни Вдруг какие-то слова И потихоньку 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 И вдруг Мою первую песню Полноценно взяли на радио Был большой скандал Там потому что Был биф с Тимати Там с фабрикой Потом они мне ответили В общем меня сразу Все узнали На каком-то уровне Просто с первой песни У микрофона Я подумал Ну раз с первой песни Меня так узнали Сразу И такой успех То надо за этим заняться И с тех пор Ты без остановки Творишь, творишь, творишь Все время что-нибудь пишу Шесть альбомов Уже полноценных Шесть альбомов, да Огромное количество клипов Тридцать Тридцать с чем-то клипов Вообще в интернете Ну и Собственный музыкальный лейбл Ну не музыкально Творческое объединение Да У нас есть команда Мы двигаемся В разных направлениях То есть У нас есть Просто есть несколько артистов Есть несколько департаментов Есть департамент юмора Вот в пресне фэмили Есть департамент музыки Есть стикербук Это журнал с художником Ты во всех департаментах? Я потихоньку Чуть-чуть помогаю во всех Но я в главном Конечно музыка Мой главный департамент Стикербук Это такой бизнес для души Больше Для наклеек Дети, наклейки Тоже добро, позитив В общем От пресне фэмили Несет добро Вот Плюс у нас есть Еще друзья С которыми мы вместе двигаемся Вместе работаем То есть допустим Там Тони Тунайт Фидук Ребята С которыми мы вместе двигаемся Сейчас будет Все вот фиты Друг с другом будет делать Тони Тунайт с Фидуком Я с Фидуком Фидук с Тони Тунайтом И так далее Я с Тони Тунайтом И очень много перемешиваем Мы сейчас именно в плане творчества Сотрудничаем с Рандом Крю Поэтому Клево У нас такая организация Очень братская У нас нет такого Что Вот контракты здесь Контракты там Каждый что-то должен У нас все На братской теме Вместе работаем Вместе двигаемся И вообще главное Кайфовать И улыбаться И не ссориться Ну безусловно Сейчас Я думаю Нужно срочно переходить К клипу и треку Чтобы Кайфануть И не ссориться Итак Дорогой Паша Крафтс Твое обращение к народу Чтобы правильно все поняли Опять-таки Братья и сестры Чтобы не осудили Да Ребята Весна началась Надо улыбаться Не грустить Давайте 2018 Начнем Вот Начнем это лето Вот с этой песни Погнали Начинаем Погнали А мы с тобой танцуем Танго обниманго Во всей квартире Это не ча-ча-ча, это не румба Это не казачок, это не мамба А мы с тобой танцуем Танго обниманго По всей квартире Танго обниманго Ты девочка четкая, песня громкая Пацан в танце идет стыковка Твой хулиган тебе летит с тобой Писать свой главный хит Я иду в своей мечте Не загораживаю свет Иду в своей мечте Не загораживаю свет Целыми днями мы катаем на диване Вот такой у тебя парень оригинальный Надо бы нам всем тусить Руки давай свой спящий стиль У нас тут жарко Купальники плавки Парковка, колонки Качаются боки И летс гет фанки Потрогай бицуху Мы как в танке Ближе к солнцу многоэтажка Просто верь мне малышка Оригинал Виш Я твой мимимиш Оригинал Виш Мы с тобой танцуем Зацени мой стайл Многи танцуют Я сверху записаю Есть вопрос Просто спроси Угостись Я нарезал апельсин Приятный привкус у наших тус Большой сладкий арбуз Наше производство автономно Это мега комбо Ты не птица Никому не говори Ты не можешь летать Бро, что за негатив? А вообще давай серьезно поговорим Я очищаю мандарин Бери, ты гурман Это твое Мы сейчас растопим лёд Сладкий саунд Хурма королёк Как тебе детка? Нормалёк Танго обниманго Ты телом со мной говоришь Оригинал Виш Я твой мимимишка Я твой мимимиш Я твой мимимишка Я твой мимимиш Я твой мимимиш Я твой мимимиш Мы с тобой танцуем Танго обниманго Танго обниманго Друзья, премьера на телерадиоканале страны ФМ. 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 Надо учиться у таких людей. Ну, в общем, какое-то приятельство у вас такое сложилось, да? Один раз с его виделись ради того, чтобы записать эту песню. Отправили ему демку, он утвердил, приехали на студию, вместе записали. Но работал как мастер, как профессионал, он не учаровался? Конечно, с такими еще своими мужиками, друзьями, которые на таких колонках. Там одни колонки были из одного куска древесины, полотой комнаты, колонка. Мы там вот так разглядывали раритетные оборудования аналоговые. Очень круто, респект ему. Скажи, он не пытался как-то тебя, может быть, в другой жанр заманить? Скажите, Паш, ну что ты поешь? Ну зачем? Не-не, он уважительный, уважительно к нашему жанру, но я могу. И у меня же об нуля есть под гитару шансон, шита, шансоновые песни есть. Есть, я вот с живыми музыкантами сделал песню, называется «Инопланетянец». Выйдет в этом году, уже снят клип, выйдет в этом году тоже такая, я экспериментирую с музыкой. Я музыкант, я экспериментирую, вы уж меня простите. Живые музыканты полностью, вот как будто я из 70-х, и еще не изобрели электронные все эти программы. Музыканты, и я пою песню очень попсовую, в конце немножко рэпа дал все-таки чуть-чуть. Восемь строчечек. Паш, очень понятно, ты все практически музыкальные жанры пытаешься захватить, и все у тебя получится, даже не сомневайся. Еще пару треков с Евгением Кемеровским, ну еще какие-то артисты. Да, 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 и все получится. Ну а расскажи, пожалуйста, как у тебя обстоят дела с твоей режиссерской, актерской деятельностью, потому что съемки в фильмах есть. Более того, песни даже, которые стали сонтреком в фильмах, есть. Есть. Ты признавался в своих интервью, что ты пишешь сценарии фантастических блокбастеров. Как интересно, ты изучила, действительно, я обожаю, да, пишу сценарии, пишу скорее синопсисы, показываю их всем. Когда-нибудь, может быть, я напишу, допишу свой сценарий, и найдется, найдется команда. Но пока это очень тяжело, просто я к чему? Кино это очень тяжелый бизнес. И я в нем, конечно, лишь начинающий. У тебя есть Таир Мамедов, ну что он? Таир, у меня есть Незлобин, Тимур Патрутина. Незлобин, который режиссер жениха, вообще режиссерища. Конечно, поэтому они конструктивно говорят, что не так в моих сценариях, чем объясняют мне, что это долгий путь еще у меня впереди. Да, кстати, в предыдущем интервью ты как раз говорил, что все тебе говорят, чувак, ты крутой, очень неплохо для начинающего. Для начинающего, но я же не просто начинающий, я же хочу делать круто, если я делаю что-то круто, хочу делать все круто. Поэтому хочется набрать навык, научиться и потом уже, конечно, говорить об этом. И Станиславского ты читал, правда? Я читал, да, Пути актера или там, как называется, да. Читал, мне интересно все это изучать, как пишут персонажи, как изменения персонажей, как это все происходит. Все это очень интересно, я с радостью поговорю о кино с любым киношником. А Станиславский и фантастические фильмы, как-то тебе удалось это все сложить? Да какая разница, фантастические фильмы, главное искусство-сопереживание, главное кино, главное драма. Хочу поговорить про твое увлечение психологией, по-прежнему ли оно у тебя осталось, это увлечение? Нет, я просто читаю книжки всякие, читал книги по тому, как устроен мир, про то, как устроены секты, по тому, как устроена религия. Ну что, ты знаешь теперь, как устроен мир, скажи мне. Да. Да для чего, Паша, для чего мы живем? Для чего мы живем, чтобы ценить момент, улыбаться, быть здесь сейчас, этому много оправданий с разных сторон. И вообще, кайфовать, ну, мне кажется, со мной согласится и любой Далай-Лама, и священник, что нужно получать удовольствие в жизни, но быть человеком, который не делает того, что не является высшим проявлением его самого. Я загнался. Это твоя особенная любовь к Индии, твоя особенная любовь к путешествиям. В Индию путешествую, да. Скажи, это тоже все, можно сказать, такое твое духовное развитие? Это инвестиция. Это инвестиция в меня самого, и я трачу не на машины какие-то деньги свои, гонорары, не на квартиры, хотя очень хочу уже купить себе квартиру, наконец, на это сейчас коплю, вот. Но я очень трачу на путешествия, на облагораживание своего внутреннего мира, можно так назвать. Паша, а может, ты просто невесту найти с квартирой? Зачем тебе? Да, и просто с квартирой в разных странах, и просто туда путешествовать по разным странам. Ну, а что, да, как капитан дальнего плавания. Нет у меня богатых невест, вот. А наоборот, сейчас я встречаюсь с девушкой, которая не богата совсем. Которая не богата совсем, но ничего. Это пока, может быть, раскроешь какие-то таланты. Я в нее верю, она очень перспективная. Перспективная? Скоро она застрельнет. Ну, красотка, да, наверное, скажи. Ну, да, не будем зарекаться, посмотрим, насколько это все долго. Все-таки на начале. Да, но я давно не был в отношениях, вот вступил в них, посмотрим. Волнуешься немножко? Волнуюсь все время. Так, хорошо, давай про твои изобретения поговорим. Изобретения, давайте. Ну, ты же следишь за наукой, у тебя, говорят, даже есть какие-то собственные изобретения. Но они не физические, они больше в голове. Ну, изобретения, нет, у меня... Идеи какие-то. Идеи, да. Я там из разных материалов делаю необычные, допустим, одежды. Я пытаюсь запустить бренд уже несколько лет. Но я его еще готовлю, тоже он у меня не срежиссирован, не доделан. Я хочу сделать все идеально, как Стив Джобс. Первый айфон он переделывал, пока идеальным он не станет. Поэтому я жду, пока станет идеальным мой бренд. Ну, это одежда, да, технические изобретения. Какие-то от тебя мы можем ждать? Какую-нибудь кружку, которую не надо подносить к арту. Кружка-телефон, например. Которую сама воду подносит в рот, да, что-нибудь такое. Не знаю, такого пока я не изобретал. Были, конечно, кучи идей, но... Ну, это же все веселье больше, знаешь. Это такое изобретение юмориста, чем изобретение реально подтвержденное. Ну, я знаю, что ты просто еще не очень любишь говорить о своих планах. У меня есть приложения, которые я, допустим, хотел бы найти. Я знаю, что они точно будут через пять лет. Ищу вот людей, которые вложат свои деньги и нарисуют это приложение, потому что это очень тяжелый процесс. Хочу найти людей, которые тоже в этом разбираются. У меня есть идеи. Я творческий человек во всем. С разными людьми общаюсь, и мы разные диалоги с ними ведем. И, конечно, идеи разные рождаются в живом мозге. Слушай, потрясающе. А еще вспомнила, кстати, что ты иногда записываешь что-то, услышишь где-то, да, от кого-то. Да, слушай, какая-то приятная журналист, все знаешь. Спасибо, тебе огромное. Ты готовилась прекрасно. Да, записываешь. А что-нибудь из последнего? А что тебе удалось записать? Кого ты? И какую-то короткометражку придумал, записал. Или записал новую страну в список стран, в которых я хочу поехать. У тебя же этот список есть. Да. И он? Я поеду сейчас вот необычно, поеду в Иорданию сейчас, в Петру. Просто, чтобы побывать, посмотреть, в Иорданию поеду, съезжу. Ну, давай, тогда уже по списку пройдемся, если можно, хотя бы какие-то. В новой стране я в этом году был в Кыргызстане, очень кайфанул. Там с концертом был. В Болгарию собираюсь съездить. И вообще вот сейчас тоже и концерт там рулится, и еще побывать. Просто новые страны. Мне нравятся новые страны. Я съезжу в них, изучаю их. Но есть несколько стран моих любимых. Ну, ты еще и покуда снимаешь клипы? Да, еще снимаю клипы, да. Еще дубненько. Так, а любимые, любимые тогда? Любимые страны, это страна, где я чувствую себя, ну, моя духовная, внутренняя энергетика на самом топовом уровне. Это Индия. Индия, 100%. Алтай, Россия на Алтае. Есть места в России очень крутые. И мечтаю побывать на Байкале. Вот жду, когда в Иркутск меня наконец позовут. С концертом не бывало еще. Ты Иркутск? Да, Иркутск, позовите меня. Вот. Еще Шри-Ланка. На Шри-Ланке есть очень крутые места, где я чувствую, что это место силы. Вот. Мексико бывало, но только в некоторых местах. Так, в Тулуме, на пляже. А так, конечно, Индия. Поэтому я туда и езжу каждый год. Это неисчерпаемая мощнейшая страна, как и Россия. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, в гостях у нас сегодня крафт, артист, певец, рэпер, поэт, режиссер. Актер. Ну, если что-то и в будущем, может быть, да? Потому что мы уже поговорили о том, что все это грядет. Все это грядет. Ну и, конечно, основатель музыкального лейбла «Пресня Фэмили». Ну, солидно звучит. Солидно. Давай, давай. Ну и, конечно, самое главное, друзья, поклонники Павла. Грядут очень серьезные события. Главные музыкальные события весны. Я бы тоже их так назвала. Москва, Питер. Все жители, гости столиц и, конечно, прилегающих городов. Вообще вся страна. Время еще есть купить билеты. Можно с любой точки мира даже прилететь. Да, конечно, Россия еще не запрещает это. Да, 21 апреля в Москве. Там уже осталось всего 400 билетов, поэтому спешите. Москва, клуб Москва, 21 апреля. Как главное, не запутаешься, клуб Москва, клуб Москва. Да, очень все просто. Вот, осталось всего 400 билетов, поэтому спешите, покупайте. И Питер 12 марта. Да, 12 апреля. 12 марта, да, зал ожидания. Питер, всех жду. Давно я не был в Питере вот с таким полноценным хорошим концертом. А ты же очень любишь этот город, я знаю. Я очень люблю, да, мой дедушка вообще родом оттуда, как выяснилось недавно. У меня там родственники живут. Вообще, Питер, пожалуйста, давайте соберем хороший концерт, чтобы я чаще приезжал к вам. Вот, поэтому два больших концерта, а так еще, конечно, в городах. Вот, параллельно еще я в клубах, там выступаю везде-везде, ждите. Плюс еще в кино я сейчас снялся, так что пока название там не знаю, но в кино вот выйдет, надеюсь, в этом году. Художественный фильм, комедия, да. И я там в конце, у меня маленькая роль, но важная. Не вырежут, Паш, как ты думаешь? Не имеют права, просто да, потому что там весь фильм об этом, то, что я маленький ребенок. Главный герой появляется в конце. Я там маленький ребенок, за которого все бьются весь фильм, а в конце я типа вырастаю. Вот, и это я. Весь фильм обо мне как бы. Вот, и сейчас и новая песня с Федуком выходит у нас, очень позитивная, веселая, такая же веселая и детская, как примерно Танго-Обниманго. Кусочек, как фрагментик. Там Скуби-Дюби-Дюби. Я тебе заявлено уже песня, мы его на концерте Федука ее пели. Мы скоро будем в клубе, очень веселая, надо слушать песню саму. Ну не просто трек будет вообще, но и клип будет снят на этой песне. И сразу уже снят клип, мы снимали клип уже. Опять он лежит, ждет свои печати. Он уже снят и лежит, да. И вот с первым днем июня. С Тони Ту Найтем песня, с Юлей Карауловой, куча еще артистов. В общем, и сольные песни. Все готово, все ждет своего времени. С Лок Догом песня очень серьезная, кстати, вообще не похожая на все это. Будет просто рэпчик старый, добрый, душевный. Как он любит, как я тоже люблю. Поэтому много чего сейчас нового. И клипы, и концерты, и даже кино. Что касается концертов, скажи, будут ли какие-то гости? Или это встреча один-на-один со своим зрителем? Будет много гостей, много людей сказали, что придут из артистов. Но мы же все понимаем, что артистам надо спрашивать в понедельник, если мероприятие в пятницу. Да. Потому что все может измениться, поэтому я и не писал на афишу, кто именно будет. Но предположительно должно быть много хороших друзей. И, может, и Градусы обещали прийти, и Федя обещал заехать, и Тони. Все обещали. Посмотрим, как у них будет с гастролями, с планами, с женами и детьми. Ну, вот, семейные люди, да. Кто-то, да. Паш, скажи, пожалуйста, ты видишь, как твоя аудитория растет? Вот на концертах ты видишь, что залы все больше и больше? Или, смотри, в каком городе? По-разному. Все всегда по-разному. Вижу, как молодые девочки подтягиваются. Старше, постарше уже людей поменьше. Оно в зависимости от того, где. Потому что у меня очень много концертов в ночных клубах именно. Потому что я скачаю. Ну, да, там, конечно, будет младше. И там люди повзрослее. Есть люди, которые предпочитают прийти в клуб, снять стол, вообще кайфовать. И девчонки в этом. Ну, клубы хорошо забиваются. Клубы все офигенные. Все еще пьяные, веселые. И это просто 45 минут очень конкретного раскача, как в фильмах. Вот. А большие концерты именно залы. У меня всего, наверное, 30% таких концертов. И, ну, потихоньку идут концерты, идут. Они есть. Не могу заметить, что вот прям больше народа становится. Я на одном и том же уровне стабильный, счастливый от своей жизни артист. А вот какую песню народ воспринимает сразу и поет с тобой с первых нот? Ну, когда народ приходит на меня, они узнают эти песни. Многие приходят на ради одной песни. У них не срастается, что кравцы это все. Это автор всех вот этих песен, которые они все эти годы. Потом они вдруг слышат «Обнуляй». Они понимают, они пришли на «Обнуляй» и, допустим, там «Дисконект». Вот они знают две песни. А потом приходят и такие, да ладно, дует тоже его песня. А тоже за тебя говорят «Офигеть, выходи за меня, вот мы по радио слышим, вот это тоже его». Потом «Ничего себе, я хотел бы знать тоже его». И с гуфом его, и это. И не насосало, а подарили его. Да ладно. И у них срастается образ. А, вот это и есть крафт, который делает все эти песни все эти годы. А так в основном люди, конечно, видят поверхностно. Это какие-то большие хиты. Поэтому то, что вот самые большие хиты, у кого чего больше всего просмотров, наверное, то и поют люди больше всего. Больше всего и поют. Ну, я хочу тебе пожелать, пусть у тебя еще больше будет этих самых песен, которые мы будем учить наизусть. Точнее, даже не будем учить, они сами просто лягут нам на ум. Будут лошиться на язык. Скажи, ну, из последнего, что где-то появилось у тебя, что такое зацепило? Еще чье-то творчество? Можно напевать? Да-да-да. Ой, да, мне понравится «Медуза». Знаете, «Медуза, мы друзья». Мне очень нравится. Это новый проект Газгольдера. «Медаста» его зовут, что ли, там как-то очень прикольно его зовут. Он из Казахстана, еще один артист. И у него очень крутые есть несколько песен. Я вот прямо слушаю «Медуза». Мне нравится. Ну, и вдохновляешься таким образом. Вдохновляюсь, да, что появляются новые артисты. Новые артисты меня всегда вдохновляют. Вот, и... Ну, и заставляют немножко волноваться, наверное, потому что... По-своему стимулируют, ну, давай, надо работать. То есть, типа, подрасслабился, может быть. Знаешь, надо на студию пойти уже, не был месяц, к примеру. Да, стимулируют тебя попробовать, пописать, поэкспериментировать. Может, в каких-то новых стилях. Я все-таки уже, да, 8 лет на сцене. И мне нужно экспериментировать. На одном месте стоять бессмысленно. Как и с жизнью нужно экспериментировать, так и с творчеством. Паш, спасибо тебе огромное. Ой, вам спасибо. Это было невероятно интересно. Вообще. Мы еще много про что не поговорили, про вегетарианство не поговорили. Я не вегетарианец, нет, это... Но все равно должны были поговорить. Я уважаю, уважаю вегетарианцев. Про тайский бокс и так далее и тому подобное. Вот обо всем и поговорили. Танго обниманго, мы тебя поздравляем с премьерой. Спасибо вам. Спасибо огромное, успехов. Вот вам аплодисменты. Друзья, Крафт, программа «Лучшая в стране», телерадио Танон, страна АФМ. Спасибо.